Это особое мнение Николая Сванидзе, журналист, историк и профессор РГГУ. Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Присылать свои вопросы вы можете при помощи смс на номер плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. У нас также работает твиттер-аккаунт «Вызван», а трансляцию можно также смотреть на ютуб-канале «Эхо Москвы». У меня первый вопрос про вот эту историю с уничтожением учетных карточек, репрессированных в Советском Союзе. Зачем подчищают архивы? Не знаю, надо выяснить, но подозрения у меня самые мрачные, потому что вряд ли это случайно. Это как бы мое личное мнение, потому что мы читаем интервью наших высокопоставленных руководителей силовых структур. Мы вообще нюхаем воздух, чувствуем атмосферу, слюнявим палец, чтобы посмотреть, откуда ветер дует и куда. И дует он в вполне определенном направлении. Вот, потому что теперь мы видим, что какие-то очень мрачные периоды в истории нашей страны, они обеляются. Ну, что далеко ходить, даже президент вчера сказал на прямой линии, что, в общем, вот была такая сложная обстановка. Но он сравнил с 30-ми годами. Да, вот я и говорю. И он там что-то начал говорить про преодоление технического отставания. Вот, 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 да. Убийство Кирова, Зиновьев, Каменев, процесс на Троцке, он на Тухачевске, господи. Чистки в партии, создание НКВД, какие-то ассоциации просто тревожные возникли. Какие-то, какие-то, и какие-то, в общем, нотки такие, что, ну, ну, как же, ну, да, жестко, да, да, не очень хорошо, да, мы на такие меры сейчас не пойдем, сказал президент. Но, тем не менее, вот, мерой. А потом сразу про свободу. Да, и вот, и вот, и вот, меры, то есть, что это, это меры, когда там миллионы людей убивали. Вот, так вот, и я думаю, что, в общем, это значительно, это еще президент, он далеко здесь не, 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 слава богу, не крайнюю позицию занимает. Он специально сказал про 30-е годы, он не мог предполагать, какие возникнут ассоциации с этим? Не знаю, думаю, что нет. Или просто неудачно? Думаю, что об этом, мне кажется, что в эту сторону он не думал, мне так кажется, не знаю. Вот, но мы читали разные интервью руководителя ФСБ, в частности, которые прямо фактически оправдывают то, что происходило в те годы. Поэтому я думаю, что имеет место попытка цензурировать нашу историю. То есть, что-то там оттуда аккуратненько ножницами, знаете, как из фильма, который подвергается цензуре, вот что-то аккуратненько ножницами вырезается. И вроде бы как этого и не было, вот. Потому что, если понемножку вырезать такие вот штуки, то, а потом можно говорить, а вы докажите. А что вы все лепите? А вы докажите. Про миллионы репрессированных, да про миллионы расстрелянных. А где это все? А где? А доказательства ваши? Вы молоть только языком гораздо. Доказательства нет, вот. Поэтому эти документы, это живые свидетельства, они очень важны. И, конечно, то, что их уничтожают, это очень нехороший признак, на мой взгляд. Причем он признак нехороший, во-первых, потому что это, повторяю, цензура истории. Ну, нам сейчас будут рассказывать про эту хозяйственную деятельность, негде хранить, некуда девать. Да ладно. Причем здесь политику. Да ладно, да ладно. Сроки давности истекли. Что такое сроки давности? Они там 80 лет. Ну, а какие сроки давности, когда речь идет о детях, внуках, правнуках, людей, которые погибли, и люди, которые живут сейчас, хотят знать истории своей семьи. Хотят знать. Может быть, кто-то будет добиваться реабилитации, сам человек не захотел, а внуки пойдут, и скажут, а нет ничего про ваши вопросы. Я не думаю, что сейчас интересно добиваться реабилитации. А почему нет? Ну, а перед кем реабилитировать? Перед кем реабилитировать? Они и так исторически давно реабилитированы, эти люди. Перед кем их реабилитировать? У нас страна уже другая. Я не думаю, что они нуждаются в реабилитации. А вот режим, который был, он, по-видимому, реабилитируется. Таким образом? Да. Вот режим, который был, он таким образом реабилитируется, оправдывается. Я здесь других, честно говоря, вариантов-то и не вижу. Хотя это все может подаваться, как вы правильно сказали, под каким-то, так сказать, техническим и хозяйственным соусом. Да ничего мы не имеем в виду, да просто так, да кому они нужны? Нужны. Нужны. Олег Сенцов голодает 26-й день. Вчера на прямой линии Путин сказал прямо, нет, мы не думали ни о каком обмене. Дело Вышинского, дело Сенцова, совершенно разные дела. Это означает, по сути, приговор? Я думаю, что это пока ничего не означает. Потому что Путин и не сказал нет. Он сказал только, что это разные дела. Несопоставимые? Ну, несопоставимые. Ну, сказал, что несопоставимые, сказал, что разные. Позиция может измениться. Могут и сопоставить. Если что-то произойдет, если жизнь заставят, то могут и сопоставить. Потому что понятно, что претензии к Вышинскому тоже не чисто журналистского свойства. При желании сопоставить можно. Было бы желание. При желании-то нет. На данный момент оно не проявлено. Но, повторяю, решительного нет, сказано не было. Я в этом случае не услышал. Поэтому я не исключаю, что если ситуация станет критической, а прежде всего ситуация со здоровьем Сенцова, то такого скандала под Чемпионат мира по футболу и во время Чемпионата мира по футболу, вот такой сдвиг информационной повестки, чтобы говорили не о том, как замечательно проводится турнир, а он, я не сомневаюсь, что будет проведен замечательно, а чтобы говорили о том, что в этот момент там вот то-то и то-то, политический заключенный голодает и может помереть, не дай бог. Вот. Я думаю, что этого могут не захотеть. Поэтому... То есть считаете, что еще время есть, что ситуация еще не критическая? А сколько может? Нет, ситуация несомненно критическая. Ситуация совершенно критическая. Я говорю другое. Я говорю, что решение не менять, оно не принято. Может быть, оно не принято пока. Может быть. Но что оно не принято в принципе, то есть, скажем так, сказать, что принято решение не менять, вот этого я не вижу. Поэтому какие-то здесь я вижу перспективы, потому что других перспектив я вообще не вижу. Если его не обменять, я вообще не знаю, чем делать. Но насильственная кормежка, это пытка, как известно. Почитайте воспоминания Андрея Дмитриевича Сахарова. И это тоже не может продолжаться бесконечно, потому что... И это не может продолжаться бесконечно, поэтому здесь ситуация в значительной степени тупиковая, в зависимости от характера человека. Если характер у него твердый, а у него характер, судя по всему, есть и сильный, то выходов из этой ситуации немного. По итогам вчерашней прямой линии с Путиным, еще одна история с депутатом Слуцким. Зачем Путин делал вид, что он ничего не знает про депутата Слуцкого? Но ведь знает же он об этом. Я имею свое мнение, сказал. Мне ничего не знают. Такая какая-то явная, неприкрытая, несимпатичная, глупая ложь. Во-первых, я не исключаю, что может и не знать. Потому что информационное обслуживание президента Путина, оно у меня иногда вызывает вопросы. То есть пресс-секретарь знает, который тогда с проститутками сравнил с журналистами, пострадавших? Пресс-секретарь может такое быть, потому что, как неоднократно говорил и писал ваш главный редактор, президент Путин ориентируется на папки, которые ему приносят руководители различных ведомств, ответственных по утрам. Если в папку не вписали, то, может быть, он об этом и не слышал. А решили не говорить. Да мало ли кто там чего, кого там лапал в коридоре. Да и бог бы с ним. Не исключаю. То есть сразу отметать такой вариант я бы не стал. Но считаю, что скорее все-таки знал. А зачем тогда вот это какое-то странное, глупое достаточно лукавство? Если, ну почему глупое? Если знал, то президент принадлежит к числу тех политиков, а такие политики составляют большинство, для которых язык служит не для того, чтобы там информировать общественность, а для того, чтобы говорить то, что следует говорить в данной ситуации. Вот он сказал то, что, по его мнению, надо было сказать. Он в отношении Слуцкого, по-видимому, пока что никаких решений не принял. Ну и вот. Другой вопрос, почему он решил вообще отвечать на этот вопрос. Вот это интересно. Тоже правильно. Учитывая, как все это отбирается. Потому что совершенно очевидно, что на те вопросы, на которые он, в принципе, не хотел отвечать. Ну, их и не задавал. Ну, их и, конечно, разумеется. Он их и не слышал. И не зачитывал, и мы их не зачитывали. Вот для чего-то он решил, по-видимому, показать, что, может быть, идея была в том, чтобы, как смутко, мы не прогибаемся. Вот вы нас атакуете, а мы не прогибаемся. Про мутко, кстати, он тоже говорил. Конечно. И вы там у себя в Штатах, там вспоминаете дела 20-летней недавности, кто там кого за коленку тискал? Ну, вот вы там у себя и копаетесь в этих своих коленках. А мы, ребята, серьезные, и мы не ведемся на такие пустяки. Ну, приблизительно, да, в таком духе он и ответил. А как вам вообще формат? Мы в прошлый раз говорили, как это все будет, а вот теперь это все уже прошло. У меня сложилось ощущение какой-то фобии. Такое впечатление, что президент боится живых людей. Вот он сидит в этой студии, в окружении этих досок, как он говорит, с двумя ведущими. А это где-то все там, в виртуальном пространстве, где-то существует. Я не исключаю, что действительно президент немножко устал от такого формата. Какие-то непредсказуемые люди в студии. Конечно, они тоже относительно непредсказуемые. Они в основном-то очень даже предсказуемые. Но, тем не менее, может быть, там мелькают перед глазами, Господи, несколько часов. Да ну их нафиг. И проще, и величественнее, и державнее на самом деле. Находиться на Олимпе... Совершенно верно. Тот формат, который он в результате выбрал. Мы прервемся на несколько секунд, а затем продолжим. Ну, наш формат не меняется. Николай Сванидзе отвечает на ваши, в том числе, вопросы, которые вы можете присылать на номер плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять, смотреть трансляцию на YouTube-канале Эхо Москвы. То есть, Путин устал от такого, не знаю, как называется, окно. В одно окно, или что это там, вот эти услуги. Когда в одно окно обращаешься и получаешь какой-то результат. Устал от такого формата, когда все ему желают здоровья, счастья. Здрасте. А он немножечко дарит подарки тем, кто смог рассказать о своих проблемах. Здесь я с вами, Оксан, не готов согласиться, потому что одно окно осталось. Даже вполне теперь определенно это одно окно. А я не знаю, как насчет подарков, а вот комплиментов стало еще больше, Комплиментов было очень много. Еще больше. И подарки тоже были, да. Еще больше комплиментов, просто скоро превратится в поль чудес такое, как к моему другу, замечательному Леониду Якубовичу, будут просто приходить там с какими-то... Значит, просто так, как бы Олимп выше. Вот в таком формате Олимп выше. Никаких там нет какой-то мелочи пузатой, а у него на телеэкранах возникают и исчезают бледные с дрожащей челюстью губернаторы. А, кстати, он был к ним очень милостив. Все ждали, что там будет распекать, а он... Ну, зачем же распекать? Достаточно того, что он... К доске их вывел, пожурный нос. Конечно, достаточно того, чтобы к доске вызвал. Еще распекать. Распекать у них родимчик будет. Прямо в прямом эфире. Ну, там какой-то главой администрации улечили тоже во вранье, буквально в прямом эфире. Мог бы ее поругать. Он сказал, чтобы не было больше расхождений. В онлайне инфаркты миокарда нам не нужны. Значит, у них и так проблемы будут со здоровьем. От того, что просто он... Знаете, как в школьные времена... Помните детство золотое? Как сидишь, урок не выучил. Вот. У меня так часто было по некоторым предметам, особенно точным. Вызовы-то вызовы. Да. И вот учительница... А у меня фамилия-то на букву «С». Значит, она скорее в нижней части... Списка. Списка. Вот учительница идет ручкой по журналу, и все холодеет. Внутри холодеет. Вот. Вот здесь такая же ситуация. Вызовут или не вызовут. И вот когда вызывают министров, министры вообще, министры давали там какую-то справочную информацию и чувствовали себя достаточно раскованно. А губернаторы, ну, по-моему, их просто жалко было. И все как один говорили, разберемся, исправим, доложим. Он говорит, ну, доложите. Доложим. Доложим, Владимир Владимирович. Главное, чтобы вы здоровы были. Да. Счастья вам, здоровья. И счастья, и здоровья. И Николай Чудотворец, и Георгий Победоносец, и чертезно. Вообще степень лизоблюдства, конечно, такого уже привычного, такого естественного, какого-то органичного лизоблюдства, когда даже его отсутствие воспринимается с удивлением. Что это, человек встает и не благодарит? А что он не благодарит-то? Он недоволен, что ли, чем-то? Ты что, спасибо-то не сказал? Что здоровья не пожелал президенту нашему? Сокинсон. Причем президент, он с чувством юмора-то не обделен. Вот, кстати, нам пишут, задора, шуток и огня у президента стало гораздо меньше. Вообще он какой-то был невеселый. И вообще было ощущение, что ему скучно. На Олимпе, да, хорошо. Кругом доски губернаторы. А тоска? Ну, от этого, от всего ему скучно. Но, тем не менее, он с этой скукой борется. И ему вот там лижут, так сказать, все, что положено в таких случаях, высокому начальнику любимому лизать. А он вроде бы, у него такая усмешечка, может быть, играет в глазах, но уже не слишком. Вот он думает, вот, черт его знает, вот клоун, конечно, смешной, но правильный, в общем, клоун. А клоун должен быть смешным. А кому нужен не смешной клоун? И вот те люди, которые ему все это говорят, говорят и вылизывают, вылизывают, они же никуда не деваются. Они все при постах, они все при креслах, при должностях. То есть, их за это не наказывают, не обрывают в эфире, не вышучивают. Нет, все как бы натурально. А значит, это продолжается и усиливается. То есть, в конечном счете, поощряется. Вот это, я бы сказал, одно из главных впечатлений от этой прямой линии, что усиливается, 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 усиливается холопство. Усиливается атмосфера холопства или заблюдства. А второе ощущение то, что, в принципе, на мой взгляд, президента все устраивает, как мне кажется. Все, что происходит. Я имею в виду не только вот эту атмосферу вопросов ему и то, что вот он онлайн вручную управляет страной. И там один, там, стотысячный человек, имеющий проблемы, дозвонившись до него, имеет шанс свои проблемы решить. Остальные 99 тысяч, соответственно, будут на это смотреть и истекать слюной. Но, тем не менее, значит, может человек, вот человек, который единственный человек, который в нашей стране может и решает проблемы. Если до него дозвониться и попросить публично, он и решит. А если не решает, значит, он не знает. А если узнает, так немедленно и решит. Вот, ну, это старое такое представление царя, как наместника Бога на земле. И, ну, ему нравится не только это, как мне кажется, устраивает его, его устраивает вообще ситуация. То, что происходит. И где больницы закрываются. В стране, в стране, нет, вообще в целом ситуация, нет, ну, там, больницы закрываются, это плохо. Но в целом ситуация, но он это может решить, если узнает. А ситуация в стране и в мире в целом его устраивает, как мне кажется. И менять он ничего радикально не собирается. Илья из Екатеринбурга спрашивает, как вам кажется, в кого превращается наш президент, скорее в Ким Чен Ына или в Брежнева, учитывая, что люди ему надоели? Нет, ну, я бы сказал так, что вот степень такого, вот культ личности, конечно, не сталинского, несомненно, страшного, кровавого этого садистского образца людоедского, а скорее такого невинного Брежневского, вот, он налицо. Это все вот, все это обращение похоже на Брежнева, да, в связи с чемпионатом мира по футболу, я сейчас вспомнил частушку популярную в 70-е годы, гол с подачи Блохина забивает Болтача, это личная заслуга Леонида Ильича. Вот, вот, было два игрока Киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу. Так вот, это все уже похоже, даже, я бы сказал, глубже, потому что при пожилом Брежневе, когда была эта ситуация, во-первых, он уже был больной человек, Путин крепкий, крепкий мужчина, Брежнев был пожилой, плохо говорил, он неплохо еще соображал, но очень плохо говорил, и поэтому производил комическое впечатление, Путин комического впечатления не производит. И вот этот вот культ, который был вокруг Брежнева, он носил поверхностный и формальный характер, а тот, который сейчас создан вокруг Путина, он неформальный и неповерхностный, он значительно более такой глубинный и более реальный, к нему нужно достаточно так относиться серьезно, я бы сказал. Ну вот, после прямой линии, да, сегодня пришла эта новость про Нижневартовск, где журналистку Александру Терикову уволили, она работала на честном телеканале. Терикова мама девочки, которую в детском саду заставили петь песню «Дядя Вова, мы с тобой», и вот пишет Терикова по этому поводу, песня про дядю Вову появилась не потому, что этого хотел дядя Вова, он идеальный лидер для этой страны трусов и страдальцев. Вот у меня именно такой образ сложился вообще, наших людей после этой прямой линии. Нет, ну, прямая линия не отражает настроение страны и уровень граждан нашей страны, несомненно. Почему? Они все страдающие, вот эти вот простые россияне, которых показывали, они страдают от каких-то там своих проблем. Ну, хорошо, но все страдают. Они все трепещут перед президентом. Все страдают, далеко не все трепещут. Страдают все в разной степени. Трепещут, думаю, что мало кто перед ним трепещет, кроме тех людей, у которых есть много что терять, я бы так сказал. А обычные наши сограждане думаете нет? Трепещут перед Путиным? Думаете нет? Нет, я не думаю, что перед ним трепещут. А почему? Чего перед ним трепетать? Не думаю. У нас же все-таки массовых репрессий, слава богу, нет. Чтобы все боялись там шума колес по ночам у подъезда там или стука в дверь рано утром. Нет, такого нет. Чего трепетать? Любят тогда, что ли? Частично любят. И эта любовь, конечно, очень сильно все время подогревается различными очень умелыми методами. И частично просто привыкли. Частично. Но он уже долго, слушайте, Оксана. Ну, 18 лет. Ну, как Брежнев же, действительно. Вот Брежнев с 64 по 82, 18 лет. И у меня сложилось впечатление, что он вообще навсегда. И мы уже 18 лет. Вы не устали и все такое. Не устал. Он не устал. На Олимпе не скучно. Да. Не устал. Ну, что будете дальше делать? Его спрашивал австриец. Он пока не решил, что он будет дальше делать. Но до дальше еще 6 лет. Пока хорошо. А пока совсем нормально, да. То есть, я говорю, что в принципе все устраивает. И это, конечно, тревожно, потому что у меня такое ощущение, что в принципе все устраивает. И никакие изменения не планируются. Ни внешне политически. Он говорит, из Сирии уходить не собираемся. На Украине ничего делать не собираемся, менять ситуацию. Я думаю, что она будет заморожена, потому что совершенно очевидно, что там впереди выборы президента Украины. У Путина сейчас мы видим отношений с Порошенко. Нет. Раньше у них был какой-то диалог. Теперь мы видим нет диалога. Вот так, как наблюдатель я могу сказать. Я не вижу проявлений диалога между Путиным и Порошенко. Из этого можно сделать вывод, что Путин не заинтересован в том, чтобы Порошенко был переизбран. Я думаю, что мы будем делать ставку на какого-то другого персонажа. Ну, там, скажем, на Тимошенко. Не знаю, на кого. Предположим, да. И это значит, что любые подвижки на Украине в сторону мира, в сторону какого-то компромисса, они будут в пользу Порошенко. А, следовательно, до выборов их не будет. Значит, вот так вот. Мы рассчитываем на какие-то, на то, что произойдет все-таки какой-то разлад между западными европейцами и Трампом. Мы работаем с частью западной европейцами. Путин работает. Достаточно умело, кстати, работает с частью западноевропейских лидеров. При этом и Трамп, вот мы видим по сегодняшнему примеру, что и Трамп, так сказать, неясно, чего от него ждать. Не только в плохую, но и в хорошую сторону. Да, говорит, в большую восьмерку. Большую восьмерку, говорит, да. А Меркель сказала нет. А Меркель сказала нет. Вот, пожалуйста, вроде бы как конфликтная зона. А как же Меркель-то сказала нет? Они же друзья с Путиным. А кто им сказал, что они друзья? Нет. Я не замечал, чтобы они после уже долгих годов дружили. Вот такой вот дружбы я как-то между ними не замечаю. Они говорят по-немецки и по-русски, потому что Путин говорит по-немецки, а Меркель по-русски. И они друг друга понимают, как очень опытные политики высокого очень класса. Но чтобы дружба и любовь, такого я не видел. С Трампом тоже любви и дружбы не будет. А Трампу говорит, что да, не друг и не люблю, а давайте большую восьмерку вернем. Ну, давайте, говорит Трамп. Нормально, он вообще привык удивлять. Но другие не захотят. И видите, и мы уже говорим, что мы себя уже тоже ведем, как, так сказать, желанная такая дама, которая вот что-то продавляет. Она говорит нет, уже плечиком так двигает. Нет, а мы не хотим. А мы уже не хотим. А мы еще подумаем. А мы еще подумаем, да. Мы тоже немножко подумаем, потом вернемся в эту студию после небольшого перерыва. Это особое мнение журналисты, историка, профессора РГГУ Николая Сванидзе. Ваши вопросы присылайте на номер плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Твиттер-аккаунт вызван. Трансляция на ютуб-канале Эхо Москвы. Мы закончили на том, что во внешней политике нас все устраивает. С Украиной тоже пока никаких изменений ждать не придется. У нас еще... Это тоже внешняя политика. Тоже внешняя политика. В экономике у нас белая полоса. Правда, никто этого не заметил, но на самом деле это так. У нас белый... Мы идем уже к белой полосе. У нас теперь стабильно будут расти доходы населения. У нас прекратится рост цен на бензин. Вот, в принципе, все у нас идет нормально. Все у нас идет нормально. И это признак застоя, конечно, когда руководство страны, при том, что мы продолжаем отставать от ведущей мировой кампании, кампании стран, все больше и больше. Ну, понимаете, у нас сейчас сколько там, это к экономистам вопросов. Вот сегодня был там блистательный совершенно Александр Раузан. Вот задавались ему такие вопросы. Я не все, к сожалению, услышал. Почитаю потом его эфир. Вот. Но у нас там, насколько я понимаю, в лучшем случае мы сейчас выходим на полтора процента роста ВВП. Или вышли. А в Штатах, насколько я понимаю, три с половиной. Причем это от их ста. У них сто процентов не те, что у нас, а на порядок больше. Значит, это к чему я говорю? Я это говорю к тому, что мы продолжаем отставать. Западная Европа объединенная имеет примерно экономическую мощь такую же, как США. Значит, вот представьте себе, что такое мышь, что такое объединенный Запад. Это я говорю совершенно как дилетант просто, но поэтому какие-то основные вещи говорю. Есть масса людей, квалифицированных и профессиональных, которые более глубоко осветят эту тему. Но, тем не менее. Вот. И, значит, мы все больше отстаем. Причем, насколько мне известно, в высокотехнологичных областях отставание еще глубже. Проблемы еще выше. Это количественные показатели, а есть качественные. В которых вообще у нас дело-то, в общем, швах. И у нас очень большие проблемы с образованием. У нас очень большие проблемы с медициной. Это все... У нас очень большие проблемы с утечкой мозгов. Потому что мозги у нас утекают, а к нам мозги не притекают. К нам едут люди. Но это не те люди, которые работают мозгами. Это те люди, которые работают руками. Это хорошо, но недостаточно. Потому что сегодняшний мир – это конкуренция мозгов. Мы в этой конкуренции участвовать сейчас не готовы. И вот при всем при том, это колоссальные совершенно проблемы. При всем при том, что мы в полуизоляции международной. Кто в этом виноват? Кто там Крым? Кто прав? Другой вопрос. Факт. Мы в полуизоляции международной. Причем как раз это изоляция от стран технологически, экономически, финансово, передовых. И при всем при этом я наблюдаю ощущение того, что все в порядке. Вот это, на мой взгляд, есть признак застоя. Это мне напоминает уже… Причем очень правильные слова говорятся. Абсолютно. Про свободу. В основном говорятся очень правильные слова. Когда про технологический прорыв в 30-е годы. Мне сразу пришло на память. Пулковское дело. Помните? Да. Да, ну вот, они все шпионы, потому что они хотели сотрудничать с западными этими деятелями, затмение солнца изучать. У нас вот сегодня буквально прихожой новость в компьютере. Кто-то там из наших предпринимателей использовал антивирус неразрешенный западный, его оштрафовали, посадили. Тоже сотрудничать с западными нехорошими партнерами. О каком технологическом можно говорить прорыве, когда вот за такие вещи у нас сажают… Когда бьют по рукам и по голове за малейший признак, так сказать, какого-то сотрудничества. Абсолютно. Еще Брежнев был молодой, еще не шамкал, все было нормально. А потом, соответственно, 25-й, 26-й и 27-й съезды каждый раз изучались. Там вот сейчас вот их почитать, можно брать оттуда и сейчас употреблять те же формулы. Они абсолютно правильные. Абсолютно правильные. Единственное что, единственное изменение, тогда больше уделялось внимание борьбе за мир. Мы тогда за мир боролись. Сейчас мы за мир так незаметно, что очень боремся. Вот, потому что сейчас как бы вот мы все время даем понять, что, в общем, мы готовы к любому повороту событий. Хорошо, что вчера Путин сказал, что там вспомнил, процитировал Эйнштейна, что я не знаю, какая будет третья, чем будут воевать в третью мировую войну, но в четвертую там камнями и палками. Это очень, очень как раз правильный посыл. А так до этого все время было такое настроение, готово повторить. Вот надо отдать справедливость генеральным секретарям и идеологии советского периода. Смотрите, тогда тоже были кругом враги, а мы боролись за мир. Да, мы боролись за мир, 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 мир. Это отдельная статья, это отдельные причины. Тогда еще было живо поколение, и в соку было, в прыску поколение фронтовиков, которые знали, что такое война. Для нынешних людей война – это электронная войнушка в компьютере, никто этого не боится. Вот, это другой вопрос, это немножко другая тема, хотя она очень важная. Но, возвращаясь к столбовой дороге нашего разговора, вот такое впечатление, что все нормально, что все нравится, что все в порядке, что все так дальше и будет развиваться. А это, еще раз я повторяю, будет развиваться застой. Но есть такой момент, который может внести нестабильность вот в эту всю красивую картинку, я имею в виду пенсионную реформу. Потому что людям это важно, люди не хотят. В большинстве своем увеличении пенсионного возраста коммунисты предложили даже вынести эту идею на референдум. Как вы считаете, это должно обсуждаться на референдуме? Или правительство, экономический блок должен сказать, нужно так для нашей экономики? Знаете, я небольшой поклонник референдумов, я вам честно скажу. Потому что, во-первых, не все, что владеет массовым сознанием правильно, что устами народа глаголит истина, это не так. Она далеко не всегда этими устами глаголит. Потому что народ может до сих пор считать, что солнце вокруг земли вертится. Понимаете? И народ, между прочим, выступает за смертную казнь. И народ много за что выступает, просто по незнанию. Не потому что он глупый, а потому что не объяснили. Потому что людям надо объяснять какие-то вещи. Если им объясняют другие вещи, то они так и считают. Но люди видят, наверное, что пенсионный возраст для мужчин в 65 лет, это очень жестокая мера. Потому что мужчины столько не живут. Вот по своим окружающим. Но люди не видят, что нечем будет платить пенсии. Нечем будет платить пенсии. А где пенсионный фонд? У нас стареющая... Это другой вопрос. Это правильный вопрос. Он куда-то испарился? Но у нас стареющая страна. И у нас скоро... Вот, по-моему, как раз сегодня Александр Александрович Аузан об этом говорил. Что у нас скоро основной избиратель будет пенсионер. Что у нас скоро будет на... Через какое-то время будет на одного работающего два пенсионера. Из каких денег им платить? А у нас что, всегда будут высокие цены на нефть? Мы знаем, что они нестабильны. Сейчас они высокие, поэтому начальство радуется. Как хорошо, высокие цены на энергоносители. А завтра они снизятся. Они непредсказуемы. И что у нас больше, кроме этого, ничего нет? Мы... Продукции высокотехнологичные мы не торгуем. Мы торгуем только нефтью и газом, по большому счету. То есть, у нас только нефть и пенсионеры. И вот мы должны продавать столько нефти и за такую цену, чтобы у нас было чем платить пенсии. Это большие проблемы. Поэтому, а вовсе не по злобе, речь идет о повышении пенсионного возраста. Но поскольку, как вы правильно сказали, это вызывает очень большое социальное недовольство, то и это решение оттягивается. Но, тем не менее, мой прогноз, оно будет принято. Оно будет принято, несомненно. Ваш прогноз, будут какие-то возмущения? Будет какая-то нестабильность в связи с этим? Возмущение будет. Возмущение будет, недовольство будет. Но я думаю, что оно не получит своего публичного, уличного выражения. Потому что сейчас к этому на данный момент люди не готовы. Тем более, что будет очень серьезно сопровождать это все пропагандистская кампания по телевидению. И так или иначе людей будут успокаивать. По поводу желания Путина остаться у власти. Тут спрашивают слушатели, опять же, по мотивам прямой линии, какое у вас сложилось впечатление? Он сказал, что я никуда не ухожу и не уйду? Ну, послушайте, он только начался в очередной шестилетний период президентства. Очередная каденция только началась. Только началась. Он об этом говорил, по-моему, этому австрийскому журналисту странному, который с ним беседовал. Поэтому куда уходить-то? Он сейчас точно никуда не собирается уходить. А что будет через шесть лет, это целая эпоха. Это мы будем посмотреть, что там будет. Тут художницу из Петербурга оштрафовали на 160 тысяч рублей за плакат «9 стадий разложения вождя». Там, на самом деле, на мой взгляд, ничего крамольного не было. Через фотографию Путина прорастает трава. Плакат суд поставил уничтожить. Уничтожить? Уничтожить плакат. Художницу, к счастью, не уничтожили, просто сдержали и оштрафовали. Но, тем не менее, этот плакат, наверное, уже гуляют по сети. Ну да, в интернете-то невозможно ничего не сделать. Вот в том-то и дело, что люди, даже наши репрессивные органы, они, помимо того, что они репрессивные, они еще живут вчерашним днем. Рукописи-то уже не горят. Это они горели в тот момент, еще тогда, когда об этом писал Булгаков, они еще горели. А сейчас-то они уже не горят. А их все пытаются сжигать. Вот в чем дело-то. Это проблема. Школьная история тоже на этой неделе очень меня впечатлила. Я имею в виду спектакль по Хаксли «Дивный новый мир». Учительница, знаете эту историю? Знаю. Она была школьницей, ее уволили. Я бы еще поняла, если бы там, не знаю, потому что это спектакль про тоталитаризм, про промывку мозгов, а мы сейчас все приближаемся и уже живем практически в этом дивном новом мире. За растление детей наказали учительницу. А это произведение в программе неклассного чтения на минутку. За то, что там что-то про свободную любовь. Про свободную любовь. Да-да-да, знаем мы эту историю. Замечательная история. Но потому что есть определенные границы, которые неизвестно, кто придумал, они не обозначены в нашей Конституции, они не обозначены в законах Российской Федерации, хотя понемножку обозначаются. Надо сказать, потому что законы наши совершенствуются, и мы знаем, в каком направлении. Может, просто те, кто жаловались на учительницу, книжку не читали, они просто не знают про что, там сказали, там про свободную любовь, возмутительное растление. Книга-то не о том. Какая им разница, о чем книга? Про свободную любовь говорится. Все. Ну, все, разврат. Там в столице говорят разные развраты, там и женщин говорят больше, чем мужчин. Но Высоцкий давно пел. Еще один вопрос, у нас буквально 30 секунд на ответ, тоже очень многие спрашивают, что там по истории с казаками 5 мая. По истории с казаками, по моей информации на вчерашний день, на 7 число, когда исполнился ровно месяц с подачей нашего запроса в МВД, ответа нет. Значит, будет туда звонок, но не завис с вопросом, почему нет ответа, но независимо уже от этого ответа, мы будем готовить пленарное заседание по этому поводу и приглашать на него все руководство силовых структур. Я думаю, когда будет, я пока сказать не могу, я не исключаю, что я буду просить, чтобы это было не летом, потому что лето мертвый сезон, поэтому я не исключаю, что это будет где-то в начале осени. И поближе к выборам мэра. Ну, это будет. Это особое мнение Николая Сванидзе, всего вам доброго, до свидания.